Как бы мы этого хотели или не хотели, но электротранспорт в последнее время развивается очень быстро. Это и электрокары, и даже электросамолеты, электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты. Кстати, как раз электросамокаты на данный момент я считаю самым удобным и доступным транспортом для населения. Запас хода приличный, можно спокойно спуститься с ним в метро, кинуть в багажник авто. В общем, удобный, быстрый, да и не требует особых навыков. А если еще и взять расширенную комплектацию в виде седла, то вообще можно как на скутере гонять. Столько за бензин платить не нужно. В общем, ссылки на электросамокаты я оставлю в описании. Вещь на сегодняшний момент очень интересная. Можете по фильтрам там что-нибудь себе подобрать, в сравнении зайти, отзывы немного почитать, обзоры там всякие разные посмотреть. Ну и по ценам немного сориентироваться. Благо на и каталоге делать это очень удобно. Главное перед покупкой не забудьте сортировать по цене, чтобы не переплатить на ровном месте. Но что мы знаем про электромотоциклы? Я, конечно, сейчас не буду говорить за весь мир, я скажу только за Украину. Из того, что я сейчас наблюдаю, это первое, электровелосипеды, которые в каких-то отдельных продвинутых случаях называют электромотоциклами. Хотя по факту это все равно электровелосипед. Второе, это электроскутеры. Ну, вы сами даже из мото-движухи знаете, что скутеристы особо мотоциклистами не считаются. И третье, это, ну, какое-то, можно сказать, китайское недоразумение в пластике, которое называется мотоциклом. Ну, по факту, может на фотографиях, конечно, это и выглядит как мотоцикл, но когда ты видишь его вживую, или когда ты видишь его рядом со взрослым человеком, то мне кажется, это больше годится для детей. По крайней мере, по размеру. Нет, есть, конечно, а-ля спортбайки, там, со скоростью 80-90 км в час и приблизительно с таким же запасом хода, но учитывая, что эти байки закупаются в Китае и характеристика берется оттуда же, то я бы и это поставил под сомнение, так как, например, вот крутящий момент в 166 ньютон на метр, ну, это уж как-то слишком. У полтора тонных машин не всегда такой крутящий момент есть. Но! Недавно я отдыхал с женой в Одессе, и по этому случаю меня пригласили на производство, где показали украинскую разработку электробайка на базе скрэмблера. Так, расслабьтесь. Я сразу говорю, что это не реклама. Мне за это не заплатили абсолютно ни копейки, ну, если не учитывать такси и пиццу, которую мы покушали после тест-драйва. В общем, называется этот байк скрампер или скрэмпера, слово скрэмблер и ампер, и сразу скажу, что это все еще прототип, но при этом разработан украинскими компаниями Эмго и Геон. И на первый взгляд это обычный скрэмблер 250, в который где-то там всунули батарею и электродвигатель, но это не совсем так. Здесь есть определенное раствор с китайцем, но в основном это мотоцикл украинский, потому что идея родилась у украинской команды инженеров, у команды инженеров, сразу что важно отметить, у мотоциклистов и специалистов в области электромототехники. И отличая это здесь от скрэмблер 250, сказанного, тем, что тут переделана основная часть всех компонентов и осталась только маленькая часть того, что идет в стандарте в модели скрэмблер 250. В общем, если грубо говоря, то с Китая приходит база, это часть рамы, сидения, колеса, тормоза, подвеска и руль. При этом и здесь уже есть изменения, так как колеса идут уже алюминиевые, тормоза улучшенные, так как мотоцикл немного прибавил вес, еще и усилена подвеска. Хотя, например, с виду этого не видно. Все же остальное делается уже у нас, в Украине. В особенности, если посмотреть на раму, которая доделывается в Украине, то она стала крепче и шире, за счет чего стал шире и бак. И, кстати, если сравнить с оригинальным баком скрэмблера, то это очень хорошо видно, причем широкая рама и бак явно идет этому мотоциклу куда лучше, да, и мотоцикл смотрится как-то взрослее. Основа всех вот китайских электромотоциклов это двигатель, который вот находится в колесе, правильно я понимаю? Здесь же есть у нас цепь и здесь есть передача, как так. При том, что вот эта часть, ну уж очень похожа, в принципе, на обычный двигатель внутреннего сгорания. Здесь эта часть похожа на двигатель внутреннего сгорания, потому что коробка передач взята от двигателя внутреннего сгорания. А что, так можно было, что ли? Обращаю внимание, что вот если говорить про автомобили-мотоциклы, все передовые решения, все разработки технологий приходят из мотоспорта. В мотоспорте никто не использует мотор в колесе в своих мотоциклах и автомобилях. Причина простая. Это, во-первых, неподрессоренные массы. Колесо становится очень тяжелым, что делает мотоцикл менее управляемым, менее безопасным. Плюс эта же система не жизнеспособна в украинских условиях, потому что качество дорог по всей стране и их отсутствие приводят к тому, что эти двигатели очень быстро разбиваются. Если говорить про маленькие мопеды, да, это можно, конечно, потому что маленькие мопеды это с условием идеальных дорог, это маленькие пробеги, маленькие нагрузки. То есть, чтобы вы понимали, двигатель здесь абсолютно идентичен обычному, за исключением того, что в нем нет цилиндропоршневой группы и сопутствующих систем. Вместо этого в районе отсутствующего коленчатого вала установлен электродвигатель, имеющий мощность почти 16 кВт, что равняется практически 22 лошадиным силам. Если сравнивать его с бензиновым собратом, то тот имеет всего 18 лошадок. Сам же двигатель имеет 4-ступенчатую трансмиссию, которая разгоняет мотоцикл до 122 км в час, а в паре со 100 амперной батареей мотоцикл может проехать до 160 км в городском режиме и до 100 км в пиковом режиме. Тут же надо сказать, что за полтора часа происходит восстановление батареи, зарядка батареи приблизительно на 80%. Полный цикл около 2,5 часов. При этом для того, чтобы зарядить мотоцикл, вам не нужны какие-то там громоздкие блоки питания, вам нужен только кабель, так как само зарядное устройство спрятано под баком. Поэтому подзарядка в пути для данного мотоцикла это не проблема. Рекуперация, важный момент, она есть, она создана и в этом мотоцикле присутствует. Там порядка до 5,5% возврата емкости батареи. Заводим. Запускаем. Ну да, звука никакого не происходит. Ооо. Как троллейбус. Вторая. Ни черта себе. Первый раз катаюсь на электромотоцикле. И, блин, прикольная тема. Так, касательно коробки передач, как я понял, вот сейчас на данный момент нейтральная передача, и все передачи у него идут вверх. Потому что вниз больше нету, вот нейтралочка, можно погазовать. Даем первую передачу, и смотрим разгон, без сцепления. То есть сейчас ему для того, чтобы рушать сцепление, абсолютно не нужно. Просто. Хотя, вот, я один раз, когда это проехался на Геон скрэмблеры, который вот настоящий, который идет, который полегче, 250-ка. И, возможно... Да, это... Возможно, он даже, я бы сказал, порезвее. Сразу хочу сказать, что это пока что еще опытный образец. Поэтому мне его главное не ушатать, в том плане, чтобы я на нем не упал. Потому что именно этот мотоцикл будет отправляться на сертификацию в Европу. Поэтому, если я его сейчас ушатаю, сертификации никакой не будет. Пробуем со старта первую передачу. Все, 45 километров в час разогнался, и нормально. Теперь сейчас... Сейчас, 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 пробуем просто со второй передачи. 74. Так, сейчас, будем пробовать с третьей передачи. Разгоняется плавнее. И вот пошел... Не хватает, не хватает. То есть, он изначально, ему тяжко идет, а потом он, когда выходит на свою, как сказать, пиковую мощность... Точнее, не пиковую мощность, на свое передаточное число, ему становится уже намного легче. Просто здесь не хватает места, а на дорогу общего пользования выезжать нельзя. Ну, давайте попробуем максимально разогнать его. Так, еще разок. Мне не хочется его ушатывать об стену. Но штука, блин, штука классная, честно. В общем, ощущения от мотоцикла довольно приятные, но необычные. Как мне сказали, по сути, можно стартовать и ездить на любой передаче, и от этого будет зависеть только плавность хода. Но, в целом, аппарат очень бодрый. На парковке удавалось его разогнать где-то до 90 км в час, но дальше просто не хватало места. И, по сути, четвертую передачу я так и не задействовал. Конечно, в голове есть небольшой диссонанс, так как мотоцикл очень тихий, и мне, как человеку, привыкшему к выхлопу, немного непривычно, когда мотоцикл разгоняется, но при этом звука выхлопа нету вообще. Что касается управляемости, то мотоцикл увесистый и стабильный, дорогу и повороты держит хорошо. Так, все-таки, мотоцикл украинский или китайский? Тут уже, наверное, решит каждый сам для себя, но лично я, побывав на этом пока что мелкосерийном производстве, своими глазами увидел эту кухню изнутри. Как ни крути, мотоцикл действительно разработан нашими ребятами, и тот же электродвигатель, например, разработан и скомпонован компанией Amgo. И да, конечно, производится он в Китае, но только потому, что в Украине нет мощностей по производству мотоциклетных двигателей. Конечно же, и компоненты электроники сделаны в Китае, но это не готовое решение, все переделывается и компонуется от разных производителей. Набор батареи, расчет всех параметров делается здесь, программное обеспечение также сделано в Украине. Это не только программное обеспечение контроллера, это и режимы езды, коммутации со смартфоном, режимы сигнализации, трекинга, даже алюминиевая декоративная защита сделана в Николаеве. Насколько мне известно, то мотоцикл уже дорабатывается и будет отправляться на сертификацию в Европу, а если точнее, то, по-моему, во Францию, после чего уже будет налаживаться серийное его производство. И, насколько мне известно, будет две модели. Одна будет с передачами, а вторая будет с прямым приводом, то есть передачи переключать не нужно будет. Теперь о цене. Как мне сказали, цена будет до 6000 долларов, да, немало, но так как байк будет экспортироваться в Европу, я думаю, основная часть продаж будет там. Хотя, опять-таки, насколько мне известно, уже есть 8 предзаказов на этот мотоцикл. Понятное дело, что не я, не кто-нибудь из вас этот мотоцикл на данный момент не купит. Но, тем не менее, если у вас есть желание прокатиться на нем, то есть поучаствовать в тест-драйве, вы можете по ссылочке в описании записаться. Это все проходит в Одессе. Если вам это интересно, если у вас там будет время, вы сможете приехать, то вы без проблем, как и я, можете понаваливать на этой электричке. Ну, а в целом, как это обычно происходит, со временем, конечно же, технологии будут удешевляться, характеристики улучшатся. Надеюсь, что компания будет расти. Удачи и желаю прямо от всей души. Я же говорю, увидел эту кухню изнутри. Я знаю, что этот мотоцикл уже разрабатывается даже не один год, поэтому терпение им, удачи, новых открытий и технологий. Так что давайте поддержим наших ребят хотя бы лайком под этим видео. Будущее уже близко. Но лично я пересаживаться на электричку, как и отращивать волосы, пока не готов. Но если вы сделаете Геон Скремлер с таким же широким баком, с такой же широкой рамой и поставите туда движок хотя бы 300, 400, 500 кубиков, я бы уже задумался. Потому что сама модель мне, блин, прям вкатывает на заметку.